РПН-линия, Германия. Санкции Москвы наносят нам наибольший ущерб. Кристина Дунс. РПН-линия, Германия. 6 сентября 2019 года. 27 октября состоятся выборы в Тюринге. Земельный глава ХДС Майк Маринг хочет сместить левый блок в Эрфурте. В интервью с нашей редакцией он критикует премьер-министра Бода Рамелова, Левая, за деструктивные действия. РПН-линия, вы побороли рак и после этого захотели более осознанно жить в политической среде и больше не спешить. На протяжении многих недель вы ведете жесткую предвыборную борьбу. От тех благих намерений что-нибудь осталось. Майк Маринг, да, и я рад, что я снова здоров и в форме. Мне хватает времени, несмотря на то, что предвыборная борьба идет не так просто. Предвыборная борьба в Саксонии и Бранденбурге уже завершилась. АТК, альтернатива для Германии, там сейчас является второй по величине силой. Какие уроки вы извлекаете из этой ситуации с прицелом на выборы в Лантак, местный парламент, Тюринге в конце октября? Если политики пренебрегают своей основной задачей, прислушиваться к гражданам и разговаривать с ними об их позиции, на выборах они получат соответствующий результат. Мы живем в то время, в котором способность к ведению дискуссий исчезла. Я хотел бы говорить о темах, которые волнуют людей. Иначе они не будут чувствовать, что их воспринимают всерьез. Этого не должно произойти с народными партиями. Кто и почему находится в проигрышном положении. В провинции закрывают вокзалы, автобусы ездят реже, а из Берлина люди слышат, что им не следует ездить на автомобилях. Но они вынуждены, потому что расширение сети общественного транспорта не происходит. Возможно, кто-то и рад, что он, наконец, выплатил деньги за купленный в рассрочку дизельный автомобиль. А сейчас ему советуют купить электромобиль, на который у него нет денег. Это многих возмущает. Вы сказали, что хотите вернуть всех своих избирателей. Каковы причины того, что они отвернулись от вас? У многих людей есть общее ощущение, что государство больше не выполняет свои обещания в области безопасности и обеспечения. Недостаточное расширение широкополосного движения, не отремонтированные школы, нехватка врачей в провинции, а беспокойность дальнейшими структурными преобразованиями. В Тюринге у меня еще сложилось впечатление, что левая коалиция не ценит полицейских. Она спокойно воспринимает граффити с ругательствами в адрес полицейских, вместо того чтобы поддержать их. Им необходимо наше доверие и признание. Они заслуживают этого. Например, за счет поддержки и строгого наказания за нападение на них. Христианско-демократический союз Германии, примечания редакторов, в Бранденбурге и СДПГ, социал-демократическая партия Германии. Примечания редакторов, в Саксонии говорят, что они оказались зажатыми между партией премьер-министра Тюрингии и АТК. Вам в Тюрингии тоже грозит подобная ситуация. Оказаться между, с одной стороны, левыми премьер-министра Бодара Амилавы и АТК Бьерна Хекки, с другой, нет, в Тюрингии у нас совсем другая исходная позиция. В Саксонии и Бранденбурге не было серьезных конкурентов премьер-министру. В Тюринге левые, ХДС и АТК имеют схожие рейтинги. Согласно текущим опросам, их не будет достаточно для создания коалиции из ХДС, СДПГ и Зеленых. Что тогда будет? Правительство меньшинства. Мы делаем ставку на большинство и стабильность. Правительство меньшинства – не наша цель. Я считаю, что Бодар Амилов преследует деструктивную цель на выборах, когда он постоянно говорит о правительстве меньшинства. Но то, что он хочет – остаться на своей должности, даже если у него нет большинства на выборах. У вас есть опасения, что планы федерального правительства по защите климата негативно отразятся на вашей предвыборной кампании. На Востоке люди по этой теме настроены более критически. ХДС нельзя упускать из виду воздействия на выборы в лантакт Тюринги. Да, на Востоке у нас совсем другая ситуация. Люди боятся третьих структурных изменений за одно поколение. Это тяжело пережить. Тюринги из-за смены энергетического курса уже находятся под особой нагрузкой. Примером тому является строительство линий электропередач через Тюринский лес. Чего, по вашему мнению, нельзя делать правительству? У нас самые высокие тарифы на электроэнергию в Европе. Снизить нагрузку за счет снижения налога на электроэнергию – это поможет в большей степени, чем дебаты о налогах в Берлине. Например, введение налогов на выбросы углекислого газа или более высокие налоги на мясо – это движение в неверном направлении. Такая ситуация на рукотк. Должно быть так, нужна система контроля над содержанием углекислого газа, а не налог на углекислый газ. Это позиция, думаю, ХДС ясна. Мы убеждаем при помощи стимулов и предоставления возможностей, а не так как зеленые, путем запретов и повышения налогов. Санкции ЕС против России для вас уже давно являются бельмом в глазу. У вас есть надежда, что канцлер Ангела Меркель будет способствовать смягчению санкций, которые были введены из-за аннексии Крыма-России и конфликта на востоке Украины. Самое важное – поддерживать диалог с Россией. Ожидание восточных немцев заключается в том, чтобы отношения с Россией были вновь нормализованы. Германо-российские отношения здесь более тесные, чем на западе страны. На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший щерб, а именно в области сельского хозяйства. Надежда заключается в ожидании двустороннего сближения на основе Минских соглашений. Когда на съезде ХДС в ноябре Урсула фон Дерлиен покинет пост заместителя председателя партии, поскольку она хочет сконцентрироваться на новой работе в качестве главы Еврокомиссии, должна ли ХДС представлять политик, выходец с востока страны. Нынешние пять заместителей все родом с Запада. Для начала нам нужно выиграть на выборах в Лантак в Тюринге. А затем вы посмотрите. Продвинуть Михаэля Кречмера, премьер-министра Саксонии, примечания редакторов, или Майка Маринга. Мы боремся в Тюринге за лучшее правительство. Речь идет о нашей земле. Другие вопросы не ставятся, и я их сегодня не ставлю. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.